Только выбрали и вот опять. После провала коалиционных переговоров немцев, похоже, ждут перевыборы в Бундестаг. Канцлер Ангела Меркель уже заявила, что готова участвовать в них во главе христианских демократов. А вот президент Германии за всех сил пытается предотвратить это голосование. Так будут ли выборы? Разбиралась Татьяна Лагунова. После политического землетрясения сильный автершок. Немецкие политики, похоже, уже понимают перевыборов не избежать. Но тем не менее до последнего повторяют. А вдруг обойдется и есть еще какой-нибудь менее болезненный и дорогой для страны выход. Новых выборов из-за провала коалиционных переговоров в современной истории Германии пока еще не было. Главный противник повторного голосования президент Германии Франк Вальтерштайнмайер встречается с лидерами партии. Хочет убедиться, что надежды на создание правительственной коалиции точно нет. Вчера он беседовал с Ангелой Меркель, сегодня принял во дворце Бельвю лидеров либералов и зеленых. А на завтра у президента запланирован разговор с бывшим соратником, лидером социал-демократов Мартином Шульцем. Всем сторонам нужно остановиться и еще раз обдумать свою позицию. Партии, которые прошли в Бундестаг, должны служить интересам общества и страны. И я надеюсь, в ближайшем будущем они будут готовы говорить о формировании правительства. Канцлер Германии, впрочем, предпочитает уже говорить о новых выборах. В интервью одному из крупнейших немецких телеканалов Ангела Меркель заявила, лучше перевыборы, чем правительство меньшинства. И да, она снова будет претендовать на пост канцлера. Если будут назначены новые выборы, то, конечно, это не то, чего хотели бы избиратели. Но нам придется это принять. И, если честно, я ничего не боюсь. Назначить новые выборы не так-то и просто. Президент Германии должен сначала трижды вынести на голосование кандидатуру канцлера. И только если она не наберет голосов, у президента появляется право распустить Бундестаг. Этот процесс может растянуться на месяцы. По всем подсчетам, новые выборы могут состояться не раньше весны следующего года. Но политологи уже задаются вопросом, а что будет, если партии повторят свой результат? И снова окажутся не в состоянии сформировать правящую коалицию. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.